Ковчег с частицей мощей принял и торжественно перенес в храм митрополит Рязанский Михайловский Марк. После краткого молебна собравшиеся могли поклониться святыне и молитвы попросить о помощи и заступничестве. В этом году мощи Матроны Московской приносятся из Свято-Успенского мужского монастыря города Новомосковск в пределы различных епархий Центрального федерального округа. Вот буквально с мая, с 4 мая, мощи уже посетили несколько годов Подмосковья, Елецкую епархию, Липецкую епархию, Тамбовскую епархию. Ну и наконец-то прибыли в Эйзай. Святая Матрона интересна тем, что она практически современница нам. Еще остались люди, которые видели ее живой и были свидетелями чудесных исцелений и предсказаний. Свидетельство того, что она слышит, она молится и она людям помогает, как раз это свидетельство является лучшей проповедью в нашем мире. И поэтому как раз люди ее и почитают. Святитель Николай весь мир знает, Матрону Московскую вся Россия знает. К ней прибегают именно в своих бедах, во всех житейских, в духовных бедах, в проблемах бытовых. И она слышит, помогает. К ней шли, идут и нескончаемый поток. Я думаю, будет еще идти. После смерти Матрона продолжает помогать тем, кто обращается к ней за помощью. Вопросы у людей разные. Кто-то приходит к мощам за исцелением от болезни, кто-то с бытовыми или семейными проблемами. Мы молились о ребенке, ждали ее очень. И у нас все получилось. И вот мы удачно привезли сюда к нам ее в Рязань. И вот мы сюда пришли в благодарность. Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых в стране, хотя была канонизирована относительно недавно, в 2004 году. Сейчас мощи блаженные постоянно пребывают в Покровском монастыре Москвы. Десятки тысяч верующих приезжают в столицу, чтобы помолиться у ковчега. Святую особенно часто просят о помощи женщины, у которых нет детей. В Рязани поклониться святыне можно до 19 июня. До этого дня ежедневно в Успенском соборе будут совершаться два молебны с пением Акафиста в 10 и в 15.30.